Кинологическая служба Южной оперативной таможни отмечает десятилетие. Показательные выступления по случаю праздника – лишь часть тренировки привычных навыков. Кинологическая служба в структуре федеральной таможенной службы – это неотъемлемый факт, неотъемлемый штат таможни. Это спецсредства, специалисты со служебной собакой, которые делают многозначную работу в целом для страны, для федеральной таможенной службы. Они быстро находят оружие и запрещенные вещества, с удовольствием выполняют любые команды. По природе своей активны, но благодаря воспитанию очень послушны. Чтобы найти общий язык кинологу и его хвостатому напарнику, может потребоваться от двух недель до трех месяцев. Зато потом они становятся не просто коллегами, а не разлучными друзьями. Не просто стать кинологом, но нужно любить животных, прежде всего, и хотеть стать кинологом. Потому что кинолог служба непростая. Я всегда говорил на обучениях и на всех мероприятиях, что кинолог связан с собакой и в выходные дни, и в праздники. А такой скоростной атаки и качественного хвата мало кто смог бы убежать. Бельгийская овчарка «Лавэнд Спирит Алголь» агрессивна только с преступниками. Нападает исключительно по команде. А еще этот четвероногий таможенник – настоящая максималистка. С огромным желанием всего. Они очень хотят быть человеком, очень хотят есть, очень хотят играть. Поэтому с этими собаками очень легко работать. Настолько энергичной собаке нужен определенный подход. Потому что она может и разбиться из-за своей безумной мотивации, безумного желания что-то хватать, играть. Пока, к счастью, обошлось без несчастных случаев. Очень подвижная природа не дает овчарке покоя. Все интервью «Лавэнд Спирит Алголь» с трудом могла усидеть на месте. За свое поведение собаке даже немного стыдно. Гармоничное созвучие пластики и рисунка. В Ростове открылась выставка «Скульптурные сезоны». Проект объединил больше 50 экспонатов и 9 молодых художников Суриковской школы. В центре проекта – диалог непредсказуемых сюжетных линий, эстетика и философия творческого поиска нового поколения мастеров. Хотелось создать диалог между работами. Все расставлено, сама экспозиция не случайно. Между работами, которые находятся рядом или напротив друг друга, возникает некий диалог, над которым можно подумать, задуматься и поразмыслить, что это такое и почему именно так. Александр Маркин – главный организатор проекта и выпускник Ростовского грековского училища. Сейчас развивает свой талант в Суриковке. Признается, самый сложный этап организации выставки – транспортировка экспонатов. Хрупкие, тонкие вещи – это формат. Одна работа у нас не вошла в экспозицию музея. Она стоит над входом, потому что ни в одну дверь она просто не смогла пройти. Один из участников выставки – сирийский художник Эльяс Аюб. С Александром Маркиным они познакомились в Московском художественном институте имени Сурикова. Последние пять лет на его творчество большое влияние оказывает война на родине. Поэтому изображения разных людей на фоне древних разрушенных городов – основная сюжетная линия его картин. Чтобы лучше передать атмосферу, Эльяс в своих произведениях вместе с красками использует материалы, такие как ткань и китайская бумага. В последнее время много использовал золы из дров. Она символизировала пыль войны. Также и уголь. Смешиваю угол, из него делаю краску с клеем, перемешиваю. Отсылка в названии выставки к знаменитым русским сезонам Дягилева – не случайность. Именно ими организаторы вдохновлялись работой над своим детищем. Ассоциации вызываются с русскими сезонами Сергея Дягилева, которые просуществовали 20 лет и оказали значительное влияние на развитие мирового искусства. Вот чего я и желаю этим скульптурным сезонам – продержаться как можно дольше и вобрать в свою творческую группу как можно больше интересных художников. В планах молодых мастеров собирать такую экспозицию ежегодно, каждый раз привлекая все больше единомышленников. Первая же выставка скульптурных сезонов в Ростове продлится месяц до 8 июля. Редактор субтитров А.Семкин